Всем привет! С каждым поколением меняется образ жизни и мышления людей. Но с того момента, как в нашу жизнь ворвались информационные технологии, мир стал развиваться гораздо быстрее. Сложно предсказать, как изменится наша жизнь спустя еще несколько десятилетий. В этом видео собраны самые невероятные прогнозы на ближайшее будущее от известных ученых. Но прежде чем перейти к просмотру, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня медицина поражает своими возможностями. Чего только стоит пересадка сердца от человека к человеку. Не так давно это казалось фантастикой. Но теперь британский нейрохирург Брюс Мэтью озвучил еще более смелые планы. По его утверждению, в ближайшие 10 лет трансплантация головного мозга станет возможной. Следующим этапом станет пересадка головы. Если такое станет возможным, то перед людьми откроются безграничные возможности. Уже сегодня некоторые люди соглашаются, чтобы их мозг был подвергнут криогенной заморозке. Но сохранится ли при этом сознание человека, врачи сегодня сказать не могут. Итальянский хирург-новатор Серджо Канаверу полагает, что трансплантация мозга докажет, что этот орган не порождает сознание. Это изменит все наши представления о жизни, душе и религии. Не менее шокирующие прогнозы озвучил генетик из Гарварда Джордж Чорч. Он утверждает, что в скором времени люди смогут победить старость и будут вечно молодыми. И это не просто слова. Его исследования доказывают, что возрастные изменения в организме происходят в результате изменения генов. Сегодня белки и гены можно вводить в организм человека внутривенно, а значит довольно скоро человечество сможет контролировать процесс старения. Давным-давно люди использовали вместо денег камни, затем монеты из золота, серебра и меди. Но уже на протяжении нескольких столетий деньги – это бумажные купюры. Но теперь все изменилось. Люди привыкли к безналичному расчету. Деньги можно перевести со счета на счет за считанные секунды. Вместо воров-карманников сегодня появились хакеры, которые способны взломать банковский счет и похитить средства. Но совсем недавно случилось то, что вскоре полностью изменит наши отношения к деньгам. Появилась криптовалюта. Во все времена деньги были прерогативой государства и банковских структур. Появление криптовалюты существенно снизило роль государства в денежных вопросах. Криптовалюта вполне способна в скором времени вытеснить государственные деньги, а это приведет к тому, что роль государства будет сведена к минимуму. Традиционные банки будут вытеснены не банками, онлайн-банками нового типа, которые успешно функционируют уже сегодня. Скоро гражданин любой страны без труда может воспользоваться любой валютой, которая ему выгодна и удобна. Мы станем независимыми от колебания валют в нашей стране. Будем финансово независимыми от государства. В итоге границы будут постепенно стираться, и вопрос гражданства отпадет и вовсе. Мы все будем людьми мира. Но если границы и сотрутся, это произойдет нескоро. Ведь каждое государство стремится осуществлять контроль над населением. Ежегодно в разных странах принимается ряд законов, которые все больше разделяют людей с разным гражданством. Но политическая ситуация в мире существенно изменится. Большинство полиглотов сходятся во мнении, что уже к 2050 году Китай станет мировым лидером. Об этом говорят следующие факты. Сегодня каждый пятый доллар в мире, который вкладывается в исследования и разработки, инвестируется китайцами. При этом темпы роста этих инвестиций существенно опережают аналогичные показатели в США. Китай лидирует по количеству подготовки дипломированных инженеров и специалистов по естественным наукам. Здесь ежегодно выходят множество научных публикаций и совершаются новые открытия. Если все так и будет продолжаться, то уже через 30 лет у Китая не останется конкурентов. Совсем недавно еще с трудом верилось в то, что искусственный интеллект может сравняться с человеческим. Но многие ученые опасаются, что в скором времени у него даже превзойдет. Английский физик-теоретик Стивен Хокин считает, что искусственному интеллекту нельзя доверять. Причем очень парадоксально то, что сам ученый имеет редкую болезнь моторных нейронов и во многом зависит от современных технологий. Но он уверен, искусственный интеллект таит в себе угрозу. Как только он превзойдет человеческий разум, роботы станут новой формой жизни на Земле, и человек просто не сможет с ним конкурировать. Многие не согласны с Хокингом и считают, что искусственный интеллект не может вытеснить людей. Ведь они никогда не будут способными испытывать всю гамму чувств, что доступно нам, людям. Тем не менее, американский нейробиолог Рэндалл Куне заявил, что вместе со своей командой в ближайшее время он разработает искусственный мозг. Это будет точная копия мозга реального человека. И закончить свой проект Куне планирует уже до 2045 года. Удастся ли ему осуществить задуманное, пока не знает никто. Но уже через четверть века мы увидим, насколько реальной окажется эта осмелая идея нейробиолога-новаторы. Большой проблемой современного мира является тот факт, что живое общение в наши дни сводится к минимуму. Люди живут виртуальной жизнью, общаются в чатах, и даже во время личных встреч многие не могут глаз оторвать от гаджетов. Видеоигры стали настолько красочными и яркими, что многие люди с головой окунаются в игру и забывают про реальность. Существует довольно высокая вероятность, что скоро вся наша жизнь будет происходить в виртуальной реальности. Сегодня Google вовсю работает над тем, чтобы внедрить дополненную реальность в потребительский спектр. Как же изменится наша жизнь, когда у них все получится? В первую очередь изменения ощутит сфера торговли. Уже к 2050 году интернет-магазины вытеснят уличные. Они и сегодня составляют большую конкуренцию. А представьте, что будет, если в скором времени вы сможете примерять любую одежду или понюхать запах духов, прямо не выходя из дома, благодаря дополненной реальности. Все это станет частью нашей повседневной жизни спустя всего несколько десятков лет. Практически в любой научной фантастике упоминаются летающие автомобили без водителей, которые быстро доставляют людей по месту назначения. Но по сей день мы их так и не наблюдаем. Тем не менее, многие компании заявляют, что они уже разрабатывают проекты таких автомобилей. По своей сути, они будут представлять собой пассажирские дроны. Уже сегодня механизация и автоматизация труда способствовала увеличению эффективности и росту производительности многих предприятий. Но и в этой области у ученых есть опасения. Во многих странах существует проблема безработицы. Что же будет, когда потребность в ручной работе и вовсе отпадет? Но есть и оптимистичные прогнозы. Конечно же, в скором времени жизнь изменится, и многие профессии потеряют свою актуальность. Но им на смену придут новые. В принципе, этот процесс происходит уже сегодня. И так будет продолжаться и дальше. Пока сложно сказать, какие профессии будут наиболее востребованными в будущем. Но однозначно нужны будут IT-специалисты, врачи и все ученые-сотрудники. Так что в настоящее время есть смысл вкладывать в свое образование. Чем больше знаний, тем больше возможностей. Сегодня весь мир обеспокоен тем, что Земле в ближайшее время грозит экологическая катастрофа. Все знают историю Ноя, который построил свой ковчег, чтобы спасти жизнь на планете во время потопа. Стоит ли нам надеяться на то, что кто-то построит такой же ковчег? Илона Маска можно назвать современным Ноем. Только он планирует построить не ковчег, а космический корабль, который унесет на Земли страдающий от перенаселения, стихийных бедствий, глобального потепления и других катастроф. Пока что ученые видят целый ряд проблем, для которых нужно найти решение, прежде чем официально заявить, что колонизация Марса возможна. Но в этом направлении работы ведутся очень активны. И кто знает, вполне возможно, что через несколько десятилетий Красная планета станет нашим новым домом. От мысли, что в скором времени человечество сможет заселить Марс, просто дух захватывает. Но пока это лишь планы на будущее, и мы не знаем, будет ли им суждено осуществиться. Пока что планета Земля – единственный наш дом, другого у нас нет. Поэтому давайте сегодня постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить ее. Ведь то, каким будет наше будущее, зависит от нас с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова